А перед началом ролика советую вам посмотреть канал XCOM, на котором все ролики выходят с качественной картинкой в разрешении 4К, с красивыми ракурсами и с реальными тестами всякой техники. Телефоны, комплектующие для ПК и тому подобное. Если вам интересно, как собрать игровой ПК или какой телефон выбрать в 2018 году, то подписывайтесь, ссылка будет в описании к ролику. Всем привет, с вами я, Дима, и сегодня очередная подборка от меня. На этот раз я решил показать вам самые плохие, несчастные, тяжелые, трагические, какие еще синонимы, грустные не подойдет, потому что трудно назвать концовку грустной, если вы сами ее выбираете. То есть да, я решил подобрать именно те концовки, которые зависят от вас. Если вы плохиши, играете как плохиш, то скорее всего у вас будет плохая концовка. Именно на них мы сегодня и посмотрим, поэтому, надеюсь, объяснил. Мафии 2 не будет с ее трагичным концом, потому что там единственная концовка от вас независимая. Ну короче, вы поняли, о каких концовках пойдет сегодня речь. Первая игра Spider-Man Web of Shadows, одна из моих любимых игр про Паука, по крайней мере, мне она так запомнилась в детстве, ну а вы знаете, что в детстве всегда все кажется вот так ним, а потом поиграешь и да. В общем, в ней было доступно 4 концовки, хотя все-таки действительно отличающихся концовок было 2, но, если кратко, в финале игры вы при любом раскладе дрались с рехголовым Веномом. Потом настоящего Венома вы суете в петлю, кидаете его в дробильный агрегат, короче, финал был эпичным. Но далее уже катсцена, хорошая или плохая. Если вы играли как хороший Паук, то конец тоже хороший. Добро побеждает зло, все такое, и если вы не посрались с Мари Джейн в ходе прохождения, то вы улетаете с ней на паутине. Аналогично с плохой концовкой, тут вы либо с Фелицией, либо нет, но в любом случае Паук Симбиот захватывает весь город. А также, кстати говоря, нам на последних секундах показывают Росомаху Симбиота, который хочет убить Паука. На этом игра кончается, и непонятно, то ли планировалось продолжение, то ли нет, в любом случае мы его так и не увидели, и скорее всего уже вряд ли увидим. Еще одна игра про супергероя, или про суперзлодей, опять же решать вам, это Infamous 2. Тут вы также, как и в Пауке, выбираете, за кого играть по мере прохождения. Чем больше плохих или хороших поступков вы делаете, тем сильнее меняется характер героя в ту или иную сторону. Ну и еще меняются шмоты и цвет молнии. В конце игры у вас будет выбор, убить зверя, это вот этот чувак, или помочь ему активировать проводников. Проводники это люди с особым геном, которые при облучении получают особые способности, то есть сверхспособности. И если вы играете за хорошего кола, то вы активируете ингибитор, после чего все проводники на планете умирают. Умирают тысячи людей, у которых был этот ген, в том числе умирает и главный герой. Естественно, концовка трагическая, но не такая трагическая, как если бы вы играли за плохого кола. Если вы выбираете злую концовку, во-первых, вы убиваете своего лучшего друга, который был с вами на протяжении всей игры. Ну и плюс уничтожаете ингибитор, и миллиарды людей погибают, после чего наступает новая эра проводников. Мне дали силу предотвратить это и спасти привычный мир. Но я ускорил его изменения. Я стал зверем. Кстати говоря, забавно, но при разработке Infame of Second Sun разработчики опирались именно на плохую концовку. Но потом они узнали с помощью полученных трофеев в PSN, что 80% игроков играли за хорошего парня, пожертвовавшего собой. Поэтому все идеи и сценарии решили переписать заново с нуля. А я-то думал, для чего все эти ачивки в PSN нужны. Ну и Second Sun. Тут у нас такая же система, либо хорошая, либо плохая. И концовок, которые зависят от вашей кармы, также две. Выбрав путь героя, Делсин отдает главную злодейку Августину под арест. Влечивает всех жителей, после чего приходит на то самое место, с которого и началась игра. И рисует баллончиком своего брата, который погиб под конец игры. Либо же, если вы играли за злодея, вы убиваете Августину, проводники получают власть, и Делсин возвращается в родную деревню, где его не принимают за своего. По телевизору показали все. Я видела. Все, Делсин. Ладно, слушайте. Я видела, как ты убил десятки невинных людей. А что мне было делать, а? Мне нужно было во что бы то ни стало вернуться к вам, чтобы спасти всех вас. Ты опозорил наших предков. И ты опозорил память своего брата. Ну а если у вас была максимально плохая репутация, то Делсин убивает всех своих родных, и на этом игра заканчивается. Как я уже сказал, рассказывать обо всем, что было в играх до концовки, думаю, не стоит. Однако, кратко все-таки можно пробежаться, чтобы хотя бы вспомнить, или чтобы объяснить тем, кто не играл, и кто не боится спойлеров. В Биошок мы попадаем в подводный город. Тут мы встречаемся с мутировавшими обитателями, и чтобы было проще выживать, Атлас, это помощник Джека, Джек это главный герой, рассказывает ему об Адме, клетках, которые мы можем использовать для улучшения своих характеристик. Ну а для того, чтобы достать эти клетки, нужно будет убивать маленьких сестричек. Однако, потом появляется Тененбаум, который объясняет Джеку, что эти девочки нуждаются в помощи, и просит освободить их. Собственно, вот, если вы не будете убивать сестричек, то концовка будет счастливой. Нам показывают, как благодаря спасению девочки смогли обрести настоящую жизнь. И в конце мы видим старого Джека, умирающего в окружении семьи, которой у него не было, то есть в окружении спасенных сестричек. Однако, есть и другой вариант. Если вы безжалостно убивали девочек, Джек становится новым правителем восторга того самого подводного города и плюс лидера мутантов. И город содрогнулся перед тобой, но тебе было мало восторга. Твой отец боялся, что мир узнает тайны его города, но теперь, теперь ты познал страшные тайны мира. Конечно же, я не мог не вспомнить Far Cry 3, хотя я его уже вспоминал в топе сложных выборов. Да, тут в конце будет сложный выбор, либо Цитра, либо друзья. Если вы выбираете друзей и спасаете их, то в итоге Цитра погибает, и погибает она не от рук Джейсона, а от рук Денниса. А вот если вы выбираете Цитру, то вы, по сути, выбираете жизнь на острове. Не вас, а не Хойта больше нет, и для полного счастья не хватает только наследника. Правда, для этого нужно будет избавиться от своих друзей. Избавиться от своего прошлого ради счастливого будущего. Нет, Джейсон, прошу, 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 Джейсон, нет, нет, пожалуйста. Но какое бы счастливое будущее вы себе там не нарисовали, при зачатии ребенка Цитра убивает Джейсона. Ребенок от самого сильного воина, по сути, зачат, а сам воин, видимо, нахер не нужен. В Heavy Rain целых 18 концовок, и плохих, как вы можете догадаться, очень много. Каждый герой, и не только главный, но и второстепенный, может умереть. В очень многих случаях может погибнуть Итан, главный герой игры. Но, пожалуй, самая плохая и одна из самых редких концовок открывается в том случае, если Итана арестовывают два раза, дело не доводят до конца, и Шон, сын Итана, погибает. При данном раскладе в конце нам показывают Итана в тюрьме, осужденного за преступление мастера Оригами. Вся камера будет завалена бумажными фигурками, не совсем понятно почему, ведь Итан не является мастером Оригами. Возможно, он просто понемногу начинает сходить с ума, и в итоге он решает повеситься. Путь геноцида. Одна из трёх основных концовок Undertale, и достигается она в том случае, если вы убиваете абсолютно всех монстров. В самом конце появляется чара, которая предлагает уничтожить весь мир, и если вы соглашаетесь, после геноцида будет только чёрный экран и звук ветра. Больше ничего. И даже при перезапуске игры будет чёрный экран и звук ветра. Ни кнопок, ни менюшки, вообще ничего. Поэтому остаётся только выйти из игры. Хотя нет, есть ещё один вариант подождать 10 минут. После 10-минутного ожидания чара начнёт разговаривать с вами. Она обвинит вас в том, что вы всё уничтожили и предложит компромисс. Она захочет получить душу. Если вы соглашаетесь, игра закрывается, и при перезапуске нормально открывается. Правда, при этом файл сохранения будет удалён. Если же вы отказываетесь, то игра закрывается, а при открытии будет то же самое, что и было. 10-минутное ожидание и темнота. Вот такие вот концовки могут у вас выпасть, если вы будете играть за плохого персонажа. Если вы всё-таки хороший, то поставьте лайк, прокомментируйте видео, посмотрите мои прошлые ролики. Всем удачи и всем пока!